Что значит иного? Я говорю, ну ты, наверное, знаешь, что это? Он говорит, мне просто хотелось бы узнать, какой смысл. Я говорю, ну тот же смысл, о котором ты знаешь. В общем, достал меня. Короче, он, оказывается, на Ютубе ведет про передачу, программу про вот этих неопознанных летающих объектов. Я бы сам, по сути, скептик, короче, но в поисках этих всякого рода доказательств, свидетелей того, кто видел эти картинки жизни, связанные с НЛО. И вот я ему рассказывать начал историю. Это было в 78-м году, я в армию служил. Вот он ко мне напросил привезти оператора, хочется заснять. Я говорю, не, не надо. Только такая картинка жизни нисколько не... Такая сложная, потому что это был такой политический... ...резонансный. И сейчас бы, конечно, если бы мы тогда запулили бы ракеты, и не было бы вот этого НЛО, мы бы точно запустили, нам читали приказ не делать этого. Ну, в общем, такая фигня. А по сути у меня это новая личность общества. Не опознанный летающий объект, а новая личность общества на основе нейролингвистического образования. Мне, как сказали, есть нейролингвистическое программирование. Я говорю, а вот это будет образование. Там будут... Я изначально хочу все это. Но пока еще так по пути исследования вижу, какие нужно еще... Как мне к этому подготовиться, быть готовым. В этой жизни можно сделать все, что угодно. Все то, что сумеешь обосновать. Правда? Ну. Не иначе, как. У меня были встречи там с преподавателями ЛГУ. Кстати, вот те, кто преподавали лингвистику. И мы очень так глубокосмысленно воткнулись в эту тему. И Александр, я его называл македонским, интереснейший человек. Уметь так выражать свою мысль, мне кажется, это, в общем, дарование такое. Есть у человека. Он уже взрослый, пожилой человек, может, за 80. И супруга его спрашивает. А он уже как бы так присел, по сути, и решил писать своего рода мемуары, как обычные люди делают в таком возрасте. И вот она ему говорит, ну что, Саша, ты решил, ты будешь писать работу свою? А он загорелся в моей теме, вот это вот. НЛО, новая личность и общество на основе нейронно-бизнесского образования. Он прямо воспринял, он понял, что он там нужен, он там действительно внесет свою лепту, потому что то мое представление, которое я хочу донести и сделать, это будет интересным. Интересным на уровне государства, как минимум. А все остальное, картина жизни, я имею в виду, те, кто будут там заниматься, учиться, дети от 12 лет. Потому что это как раз первый виток, когда люди получают, ну, то необходимое на этой планете образование, такое природное образование. И влияние вот этого мироздания вот в эти 12 лет укладывается в человека, а потом все это повторяется. Вот человек 12 лет, это уже человек образованный на этой земле. Его можно из него делать, вделать, или он сам сумеет стать таковым. Но, конечно, надо его подготовить. Вот такая школа, если будет здесь, в Санкт-Петербурге, она должна быть. Это будет одно из главенствующих таких звеньев государственного, значимого, такого управленческого влияния. Это будет таким подконтрольным, очень организованным мероприятием. Они будут на полной связи со своими государствами, будут деятельствовать международный клуб НЛО. И это будет очень интересно. Это вовлечет большую часть таких носителей прогресса жизнедеятельности на этой планете.